Всем привет! Сегодня к нам пришел SSD ReallyTech с DRAM, то есть у него есть своя оперативочка. Пришло очень быстро, буквально за несколько дней со склада в Москве, то есть SSD шла не из Китая. Объем 1 терабайт, стоит правда дороже всяких нитоков и прочих SSD без оперативки, но тем не менее, здесь пиковая скорость должна быть до 3500 мегабайт за одну секунду, а это хорошее значение. Сегодня мы ее потестим, посмотрим вообще, какая скорость после того, как закончатся всякие буферы, какие модули оперативки здесь стоят, какие модули памяти у нас здесь стоят. Когда только откроем эту фигню, блин. Фирменная коробочка ReallyTech Memory, сзади у нас написан объем 1024 гигабайта NVM и 2280 PCI-Express 3.0. Что у нас лежит внутри? Я уже слышу, что-то гремит, хотя должно быть, по идее, зафиксировано. Так, ооо, понятно, SSD куда-то уплыла. Самое главное, что продавец очень хорошо ее там зафиксировал. Вот это SSD. Я реально думаю, блин, что вот так вот постоянно гремит в коробке. Это оказалось SSD. P400. Больше информации у нас здесь прямо нету. Сзади есть наклеечка. Радует, что она односторонняя. Почему? Да потому что может влезть в большее количество тонких устройств. А еще производитель кладет в комплект радиатор. Ну, в ноутбук такой вряд ли влезет, а вот в какой-нибудь стационарный компьютер, думаю, что легко. Сзади у нас есть серийный номер 2021-0101. Якобы 1 января оно может быть произведено, но это мне точно. А сейчас поговорим о возможностях и характеристиках данного SSD. Доставка 1 терабайтного SSD с территории России обойдется вам в 7192 рубля. Минут всякие купоны. Короче, за 6000 это можно купить. Предводитель заявляет, что здесь PCI-Express 3, 4 полосы и до 3500 мегабайт в секунду чтения. Плюс есть DRAM. Пятилетняя гарантия на DRAM Cache. Вот это вот необычно, конечно. Плюс заявлен еще SLC Caching. Это часть накопителя, которая является двухбитной условно. У нее большая память, большой ресурс. И сначала копируется в нее, что-то, да, потом уже перекопируется в обычные TLC ячейки. Кажется, здесь должен быть TLC. С этим понятно. Едем дальше по характеристикам. Производитель для терабайтной версии заявляет 1810 терабайт на запись. И это прям дофигища. Те же самые именитые производители типа Samsung в своих Samsung 980 SSD-шках терабайтных заявляют лишь около 650 терабайт на запись, гарантированных терабайт, после которых уже SSD может сломаться. Здесь же 1810. Это какая-то, ну, очень большая цифра для потребительских устройств, тем более работающих на TLC NANDY. В рекламной брошюрке заявлено, что чипы памяти производства UMTC. Это национальный китайский производитель. То есть это производится не в Тайване, не еще где-то. Это прям на мощностях в Китае. Контроллер FISON E12 или SMI2262EN. Но производители немного лукавят. Судя по отзывам, сюда ставят, да че только не ставят. Память Micron ставят. Контроллер тоже какой-нибудь Micron. DRAM ставят даже DDR4 иногда. Здесь написано, что DDR3 кэш. И большинство устройств поставляется именно с DDR3 на 256 МБ. Но мы встретили в отзывах необычные модели на 2 ГБ DDR4. Реально непонятно, чем думает производитель. Я пытался получить такую модель, но мне прислали на самом деле обычную DDR3 на 256. Окей. Чисто для примера даже был видосик на Ютубе, где показано, что DDR4 чип. Micron. Да еще и 2 ГБ. Жестко. А чипы памяти Micron с пропускной способностью 512 ГБ. Не знаю, что точно значит 512 ГБ на CE, но выглядит куда круче, чем то, что сейчас покажут у меня. Есть специальная программа Fison NVMe Flash, которая показывает системные характеристики, вообще системную информацию с контроллера на нашем SSD. Итак, RealTech P400 M.2 SSD на 1 ТБ. Есть версия прошивки, есть действующий объем. Даже есть серийный номер. 11 сентября 2021 года, по идее, произведена наша SSD. Итак, память UMTC, как и обещано в описании товара, никаких Micron, которые некоторым высылали, блин, капец. Очень хотел бы, чтобы мне производитель прислал именно Micron версию, мы бы ее знатно погоняли с двумя гигами DRAM, но, видимо, не судьба. Итак, банки мы пролистываем. Что мы видим дальше? Контроллер Fison E12, тоже все как заявлено. Битов в ячейке 3, ну, понятное дело, что это TLC. Объем DRAM 256 МБ, звучит не так круто, как 2 ГБ. Скорость 1600, стандарт DDR3. И, конечно же, количество циклов 3000 для нашего SSD. Дальше много всякой системной информации, которая, скорее всего, будет вам неинтересна. Все, что нужно, вот, на данном экране. Синтетику мы тоже замерили, вот она, Crystal Disk Mark. Результаты здесь, конечно, просто бомбезные. И это неудивительно, потому что у этого SSD, во-первых, есть SLC Cache, во-вторых, есть DRAM. И они так настроены, чтобы именно в синтетике выдавать хорошие результаты. 3000 МБ в секунду на чтение, 3000 на запись. И это в многих разных режимах. Данные цифры – это очень хорошее значение для такого, условно, недорогого SSD. Но мы пошли дальше. Мы провели тестирование в специальной программе, называется DiskBench. Это часть софта AIDA64. И что мы здесь видим? Я стал записывать напрямую файлы. Максимальная скорость, которую нам удалось получить, это 2815 МБ в секунду. Видите, у нас есть даже специальный график. Вот. Первые, наверное, где-то, пусть будет 2%, скорость была максимальной. Что началось потом? Потом начались просадки. Все ниже, 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 ниже. По истечению 6 минут текущая скорость записи была 385 МБ в секунду. И это ниже, чем многие среднебюджетные и высокобюджетные SSD-шки, у которых даже после того, как заканчивается кэш, сохраняется скорость на уровне, ну, где-то там, 500-600 МБ в секунду. Здесь же видно, что китайские банки UMTC обладают все-таки не самой высокой скоростью прямой записи в них, вот, по окончанию кэша. Минимум, который мы увидели здесь вообще был 367 МБ. При этом кэш закончился очень быстро, 2% от емкости. В других обзорах данного SSD я видел, что народ писал там буквально даже до 10% от емкости на максимальной скорости. В общем, странно это, нам какой-то попался прям классический SSD, согласно описанию продавца. Это еще надо было реально попасть на такой SSD, потому что, повторюсь, кому-то шлют с DDR4, а кому-то, как мне, с DDR3. Короткий вывод. Китайские чипы UMTC обладают низкой скоростью записи, 385, ну, даже 367 МБ в секунду, но хорошей точечной скоростью, когда там нужно подгрузить или записать маленькие файлы, пожалуйста, почти 3000 МБ в секунду можно будет вышивать. И лишь на небольшом списке задач, там, например, копирование больших файлов напрямую, покажет реальную скорость чипов. Так что для базового пользователя циферка в 367 МБ вы с ней, скорее всего, не столкнетесь. Для вас важно, что есть SLC-кэш, есть DRAM, который ускоряет работу, ну, в таких повседневных задачах. А еще DRAM экономит ресурс вашего SSD. Почему? Да потому что данные, которые в нем хранятся, могли бы храниться на самих чипах, из нашего их больше и больше, ведь им нужно перезаписываться. А хранить в DRAM, в так называемой оперативной памяти, SSD-шки, которая имеет, фактически, бесконечный ресурс, в общем, вы сохраняете свой SSD дольше. Если хотите взять на года SSD-шку, покупайте из DRAM. Кстати, чуть не забыл, скорость у этих UMTC хоть и маленькая, но, надеюсь, они такие медленные, именно из-за очень высокого ресурса, который заявляет производитель. Сколько там нынче нам забахали? Тысяча восемьсот десять терабайт на одногигабайтный SSD. Это реально фантастическое число. Я даже видел обзор, где один чувак таки выбил это количество, снес здоровье этого SSD под один процент, и он у него еще работал. Другой вопрос, что как долго он будет хранить данные после отключения питания, в общем, тут очень большой вопрос. Хотелось бы, конечно, чтобы он добил его до конца, но он его не добил до конца. Вдруг у нас бы выбилось, там, не знаю, две тысячи, две пятьсот, но это скорее фантастика. Я свой, конечно, мог бы так убить, но боюсь, что я слишком много бабосов на него сейчас потратил, чтобы проводить ресурсные испытания. Подведем итоги. Realitech P400 это быстрый SSD, если вы хотите, например, ставить на него операционку, хотите работать с какими-то небольшими файлами, которые нужно записывать, считывать, записывать, считывать. С этими задачами он будет справляться быстро. Другое дело, если вам нужна быстрая линейная запись, причем таких приличных объемов, например, вы хотите писать RAW видео на Motion Camera, есть такое приложение специально для съемки RAW видео на ваш телефон, вот, то вы упретесь в лимит примерно 300 мегабайт в секунду. А это очень опасная цифра, потому что RAW видео в разрешении 8К ест больше, чем 300 мегабайт за одну секунду. В какой-то момент вам может не хватить скорости, наверное, начнут проседать кадры. Ну, такая, конечно, специфическая роль для нашего SSD. Для него, наверное, нужно брать еще более высокого класса, всякие Самсунги, которые реально держат минимальную планку на более высоком уровне. Ну что, братюни, надеюсь, вам понравился этот обзор, я рассказал много технических нюансов, объяснил вам, почему стоит или не стоит брать данные SSD. С вас, конечно же, лайк, обязательно подписка на канал, включить колокольчик и пишите в комментариях, будете ли брать эту SSD-шку, стоит ли она, на ваш взгляд, 6 тысяч рублей. Терабайтная, конечно же. С вами был Мобзор, до следующих роликов. Пока-пока.